Говорит Уаммаль Мутаматтих, и теперь остался у нас третий. Тот, который делает хач-таматто. Сколько он должен делать талафов и саи в порядке рук на? Говорит, Фахтадов Ахлюл-Ильми, Фиги Аля Кавлени. Говорит, ученые разошлись относительно такого человека, также на два мнения. Аль-Ауваль, первое мнение, Алихи Талафан Ва Саиян. Этот человек, то есть тот, который совершает хач-таматто, должен сделать два талафа и два саи. Что значит два талафа и два саи? То есть один талаф за что? За умру, и один талаф, талаф Алифада, за хач. Один саи после талаф Алихудум, и один саи после чего? После талаф Алифада, талиф. Теперь если у нас женщина хотела сделать хач-таматто, но перед тем, как она начала делать умру, у нее пришел хач. Как она поступает? Как поступила Аиша? Переходит на хач в Тиран. Понятно ли, это оставляет умру и вступает в храм в дни хаджа, 8 числа. Она делает все, даже если у нее хадж продолжается, делает все, что делает хаджи, потому что ее хадж не мешает всему этому, так или нет. И если во время талаф Алифада хадж у нее до сих пор продолжается, то ждет, когда у нее закончится хадж, совершает талаф Алифада, потом совершает после него саи, и засчитывается, что хач в Коран. Понятно ли, нет? Это просто для чего? Для напоминания. Значит, говорит, мнение первое о том, что хач-таматто, тот, кто совершает, должен сделать два талафа и два саи, это мнение большинства ученых. Из них Имам Малик, Шафи, Ахмад, Суфьяна Саури, Абул Саури, Ваджама Ахарун, а также целая другая группа ученых. И говорит, и также в довод привели хадис Аиши, который приходит в Бухарии муслима, которая сказала, а что касается тех, которые вышли из храма, после чего вышли из храма, после умры, совершили умру, вышли из храма, потом заново вступили в храм, когда? 8 числа, зульхиджи. Это кто такие? Это как раз те, которые совершают хач-таматто. Говорит, они сделали еще другой талаф. Какой талаф имеется в виду? Талаф Алифад. Что значит другой талаф? Отсюда берет, что они сделали еще один талаф, то есть талаф для умры, то, что называется талаф Алифадум. Так вот, они, говорят, сделали еще один другой талаф, то есть талаф Алифад. После того, как они вернулись из мины для совершения их хаджи, то есть для совершения талафа Алифад. На самом деле здесь под талафом Ахар, под другим талафом, Аиша имеет ввиду либо талаф Алифада и обращается внимание на слово Ахар, то есть этим отличается Мутамати от других, то что Карин и Муфрид не сделали первого талафа, а сделали только вот этот, либо она имеет ввиду Саи здесь. Саи бег между Сафа и Маруа, потому что талаф Алифада сделали все, не только те, которые делают Амато, понятно ли, когда вернулись с Мины, все делают талаф Алифада или нет, тот который делает Хач Ифрат, тот который делает Хач Кадан, тот который делает Хач Тамат, все делают талаф Алифада, поэтому под его словом талаф возможно подразумевается Саи между Сафа и Маруа, потому что тот который делает Хач Кадан и тот который делает Хач Ифрат, делает Саи после талаф Алифада или нет, кто скажет? Делает в том случае, если не сделает его после Тава Фуркудума. Если же сделает после Тава Фуркудума, больше не делает, как мы говорили ранее. А также аргументация здесь какая работает. То, что этот человек делает два вида поклонения. Отдельно Умру и отдельно Хач. Не так, как Иран. Так или нет. Иран делает одни и те же действия, получает две награды. А этот выполняет два вида действия. Отдельно Умру и отдельно Хач. Отдельно Умру и отдельно Хач. Поэтому для каждого из них обязательно сделать один Тава по одному Тава и по одному Саи. Это первое мнение в вопросе относительно Мутаматтия. Теперь о Саи. Второе мнение в этом вопросе. Анна Алал Мутаматтия. Должно быть Саиян Вахидан. То, что на том, который делает Хач Таматту, лишь один Саи. Вау Саи Юль Умра. И это Саи за Умру. Фаякфихи Ан Саи Юль Хач. И этого достаточно для того, чтобы не делать ему второй Саи после Тава Фалифада за Хач. Говорит Вау Каул Ата. И это мнение Ата Ибна Абирабаха, Тауса, Вариван Ахмад. И один из реватов от имама Ахмада, Ихтара Шейху Лислам, который выбрал Шейху Лислам и Мутаймия. Для хадиса Джабир Аль-Мута-Каддим-Карибан, из-за хадиса Джабира, который приходил у нас ранее, то есть недавно, лам я туф ан-набию, салаллаху лисаляму, а ла асхабу бейна сафа аль-Марва, и ла тавафан вахидан. То, что пророк, салаллаху лисалям, из-подвижники не делали тавафа между Сафа и Марва, здесь под тавафом, что имеется в виду? Саи. Кроме как один раз. Значит, они поняли этот хадис как? Каким образом? Почитали, что пророк, салаллаху лисалям, из-подвижники делали хач какой? Таматто. Но на самом деле, пророк, салаллаху лисалям, из-подвижники делали хач тиран. Поэтому этот хадис не является доводом в этом вопросе. Каля абабдиллах афаллаху ан, говорит Шейххамат и Мухизам, Аль-Кавлюл-Авваль-Хусалаб. Первое мнение в этом вопросе является правильным. Лимата-каддам. Из-за тех доводов, которые приводились, приверженцы этого мнения. Значит, какое мнение правильным является? Потому что тот, который совершает хач-таматто, для него является два талафа рукан и два саи. Необходимо сделать. Говорит, Это также мнение современных ученых, шейха Ибн-База, шейха Усаймина, шейха Мухбиля. А что касается хадиса Джабира, который привели в довод приверженцы со второй стороны. Это говорит, касается того, кто привел с собой жертвенное животное. То есть, совершал хач в Коран. Для того, чтобы собрать эти хадисы, вместе с хадисом кого? Аиши, в Аллаху Алям. А что за хадис Аиши? Она сказала, что пророк, салаллаху алисаляму, из-подвижники не делали ничего, кроме одного талафа и одного саи. Вот этот вопрос ясен? Все в нем, иншаллах, понятно. Дополнительного какого-то, еще раз, правильного мнения не нужно подводить. Каждый из правильных мнений был подведен, каждый под своим абзацом. Далее, теперь следующий вопрос. Пророк, салаллаху алисаляму, из-подвижники делали хач-таран. Поэтому этот хадис не является доводом в этом вопросе. Каля аб абдиллах афаллаху ан, говорит шейх Мамад ибн Хизам, аль каулюл ауэль хусалаб. Первое мнение в этом вопросе является правильным. Лимата каддом из-за тех доводов, которые приводились, приверженцы этого мнения. Значит, какое мнение правильным является? Потому что тот, который совершает хач-таматту, для него является два талафа рукан и два саи. Необходимо сделать. Говорит, Это также мнение современных ученых, а что касается хадиса Джабера, который привели в довод, приверенцы второй стороны. Это, говорит, касается того, кто привел с собой жертвенное животное. То есть, совершал хач-таматту, для того, чтобы собрать эти хадисы, вместе с хадисом кого? А что за хадис Аиши? Она сказала, что пророк, саллаллаху асаляму, из-подвижники, не делали ничего, кроме одного талафа и одного саи. Вот этот вопрос ясен? Все в нем, иншаллах, понятно. Дополнительного какого-то, еще раз, правильного мнения не нужно подводить. Каждый из правильных мнений был подведен, каждый под своим абзацом. Далее, теперь следующий вопрос. Чего, кроме одного талафа и одного саи? Вот этот вопрос ясен? Все в нем, иншаллах, понятно. Дополнительного какого-то, еще раз, правильного мнения не нужно подводить. Каждый из правильных мнений был подведен, каждый под своим абзацом. Далее, теперь следующий вопрос. Под своим абзацом. Далее, теперь следующий вопрос.